Здравствуйте! Сегодня я приготовила короткий блиц для лидера компании Global Intellect Service Дмитрия. Здравствуйте! Ну что, готовы ответить на 4 коротеньких вопроса? Всегда готов! Приступим! Первый вопрос. Чем вы занимались до UDS? До UDS? Если прям чуть-чуть отмотать, то вообще до предпринимательства я работал поваром, работал в чернорабочем на стройке, работал продавцом-консультантом в магазине одежды, служил на флоте и, поработав на разных работах, я понял то, что в найме для меня перспектив нет. Я начал искать альтернативные источники дохода, альтернативные варианты заработка. В 2013 году принял решение заниматься предпринимательством, начинал свой предпринимательский путь с продвижения видеокоммуникаций для предпринимателей. В 2014 году пробовал заниматься перепродажей техники Apple, пробовал заниматься сельским хозяйством, пробовал даже открывать свой коворкинг с друзьями. Первые два года предпринимательство меня привели к тому, что я наработал очень хороший опыт, но не заработал денег, потому что нас все-таки предпринимательству никто не обучал, никто не учил, и на начальном этапе я совершил все ошибки, какие только можно. Все мои ошибки привели меня к тому, что я заработал 35 тысяч долларов долгов к 22 годам, и у меня кроме энтузиазма и юношеского максимализма на момент знакомства с UDS в принципе ничего не было. Понятненько. Теперь второй вопрос. Такой тернистый путь был. Почему приняли решение развивать данное направление? Именно это. С данным направлением я познакомился 18 января 2015 года на первой презентации. Я не знаю, так сошлись звезды, то, что основатель компании приехал в Екатеринбург, в Екатеринбурге проводил первую презентацию, собрали зал. Я на эту первую презентацию приехал, скачал приложение UDS. В данном приложении было 6 кнопочек, завели одну тестовую компанию на платформу Культура Физика, это фитнес-центр в Екатеринбурге. Я в принципе посмотрел на идею, идея мне понравилась, но я должен был убедиться на 100% то, что сервис будет продаваться, то, что для предпринимателя это актуально, потому что с точки зрения обычного пользователя физлица, да, я скачал приложение, да, я понял то, что это бесплатно, да, это экономит мой семейный бюджет, но не было, так скажем, возможности протестировать, как это работает. В итоге в январе я получил информацию, январь, февраль, март, апрель, в апреле месяце в Екатеринбурге появилось первое заведение, куда можно было бы прийти и воспользоваться данным мобильным приложением, это была кофейня кофе с собой в самом центре Екатеринбурга, очень маленькая кофейня, буквально на 10 квадратных метров, там 4 пуфика, кофемашина, сам Бористо, это и был собственник, я взял на эту встречу друга, мы скачали приложение, нам начислили бонусные баллы и после того, как мы попили кофе, я задал вопросы собственнику кофейни, то есть почему он приобрел сервис UDS, в чем выгода, почему он готов отдавать такое большое количество бонусных баллов за покупки, за рекомендации друзьям и так далее. И меня собственник кофейни начал очень активно вовлекать, начал говорить то, что Дмитрий, ну, то есть он по имени меня, конечно, не называл, но он начал меня вовлекать и говорить то, что если вы будете меня рекомендовать, если ваши друзья будут ходить, я вас буду кофем поить бесплатно, буду кормить бесплатно вы главное меня рекомендуете и в тот момент времени увидел то что для предпринимателей это очень актуально и у меня сработала максимально простая логика для меня это выгодно для меня это бесплатно для предпринимателя это актуально почему бы на этом не заработать и вот таким образом я принял решение так скажем связать свою жизнь с компанией global интеллект сервис и начал свой путь спасибо очень развернуто ответили следующий вопрос с чем столкнулись на старте бизнеса на старте бизнеса я столкнулся с тем что с очень сырой продукт то есть классная идея сырой продукт когда начал вести переговоры с предпринимателями в принципе каждый день проводил в среднем 5 встреч с предпринимателями там и салоны красоты и автомойки и шиномонтажки и рестораны и бары и стоматологии то есть были абсолютно разные предприниматели у всех предпринимателей на уровне идеи не было никаких возражений то есть не все говорили да крутой сервис крутая идея крутая задумка да за мобильными приложениями будущее да сейчас необходимо отказываться от пластиковых карт переходить в электронный формат весь мир к этому стремится но но кто пользуется этим сервисом в нашем городе я говорил вы будете первыми и на что мне предприниматели в 99 процентах случая говорили ну сначала подключите наших конкурентов сначала так скажем освойте здесь на рынке и после этого приходите к нам приходить через полгода приходить через год это наверное было самое популярное возражение у предпринимателей 2 по популярности возражения это было то что а сколько скачиваний потому что на тот период времени мало предпринимателей задумывались вообще удержание клиентов программах лояльности все были помешаны именно на трафике приведи новых клиентов приведи новых клиентов у меня с клиентами так все нормально со старыми работать не хочу ты мне главное новых клиентов приведи и все интересовались сколько скачиваний на платформе UDS. На тот момент было скачивание, я не знаю, пару тысяч, возможно, то есть никакого трафика там не было. И опять же предприниматели говорили, ну, когда вы там раскачаете приложение, когда у вас появится большое количество пользователей, приходите. И третье по популярности возражение было, это то, что мы слишком молодые, предприниматели боялись то, что мы уйдем с рынка. Они говорили прямым текстом, ну, ребят, вам там 4-3 месяца, что будет, если вы там через полгода уйдете с рынка, что будет с нашими клиентами. Мы боимся доверять свою клиентскую базу, свою репутацию новому сервису. То есть непонятно вообще, что с вами будет через год. Вот это, наверное, самые такие популярные возражения, которые были у меня на начальном этапе. Спасибо, Дмитрий. Еще один вопрос, который немножко нескромный. Каких результатов вы достигли? Что касаемо результатов, так как я, в принципе, трудолюбивый человек, я с самого первого дня в компании начал очень такую активную работу. Еще раз повторюсь, что у меня в среднем в день проходило 5 встреч. То есть 5 встреч в день я проводил с предпринимателями, с потенциальными партнерами. И у меня даже были периоды, когда я там, например, провел 4 встречи, ехал домой, по пути до дома начинал себя ругать, то, что сегодня я прохалтурил, не выполнил до конца поставленную планку. И приезжая домой, проводил, искал еще дополнительную встречу, проводил ее в онлайне, проводил ее по скайпу. И все-таки добивал именно количество встреч до 5. Что такое 5 встреч в день? 10 дней – это 50 встреч. Месяц работы – это 150 встреч. Там 3 месяца работы – это 450 встреч. То есть я никогда не боялся работы. И реально очень много работал с самого начала, да и, в принципе, по сей день. На 19-й месяц я вышел на первый миллион рублей в месяц. И, в принципе, все еще держу эту планку. Вот миллиона в месяц получается зарабатывать в этом направлении. Что такое миллион в месяц? Миллион в месяц – это моя, по сути, трехлетняя заработная оплата в найме. В найме я работал поваром, продавцом-консультантом, работал через на рабочем настройке. То есть у меня там средняя доходность была 30 тысяч рублей в месяц. 30 тысяч умножить на год на 12 – это 360 тысяч в год. А тут, в принципе, в месяц имею такой доход. Вот как-то так. Что касаемо развития, я вообще начинал с Екатеринбурга. Потом моя партнерская сеть начала развиваться в Тюмени, в Новосибирске, в Сургуте, в Ноябрьске, перешли на рынки Казани, Питера, Москвы, Самары, Саратова. Начали развиваться, в принципе, по всей России. Вышли на рынки СНГ, далее вышли на рынки Европы, Латвия, Литва, Эстония, Кипр, Франция, Чехия. Далее мы вышли на рынок Америки. В нескольких штатах работаем. Это Флорида, это, получается, Тампа. Да, Тампа вроде правильно сказал. Также начали развиваться на рынке Турции и так далее. То есть, в принципе, сейчас имею бизнес где-то в 23 странах. Каждая четвертая компания, которая есть на платформе UDS, это, в принципе, клиенты моей команды. И каждый третий партнер в компании – это партнеры, которые находятся в моей партнерской сети. А все начиналось с маленького Екатеринбурга. Кто бы мог подумать? Ну да, очень хорошие результаты. Очень хорошие. И за такой короткий срок, я думаю, всем будет полезно почитать, послушать партнерам Дмитрия. Ну что, у меня вопросы закончились. Хотя нет, один бы я еще задала. Давайте. Это от меня лично. Кто не знает, это моя жена. Ну, я хотела другому про задать. Не жалеете ли вы, что начали партнерство с компанией Global Intellect Service? Абсолютно нет. За эти 6 лет партнерства с компанией, моя жизнь повернулась вообще на 360 градусов. То есть, прям сверху, так скажем, сверху вниз. Вот все так забурлило, закипело. Вот. Я начал очень много путешествовать. Начал посещать большое количество городов России. Я начал путешествовать за границу. Я начал развивать действительно международный бизнес. У меня сейчас в команде партнеры абсолютно разных возрастных категорий, абсолютно разного уровня. Есть студенты, есть карьеристы, есть опытные предприниматели, есть даже миллионеры и миллиардеры. И, естественно, когда ты находишься в таком коллективе, ты постоянно обмениваешься опытом, ты постоянно растешь. И мне в партнерстве с компанией нравится то, что у меня нет ни одного дня, который был бы похож на предыдущий. То есть, каждый день новые знакомства, новые возможности, новые партнерства, новые клиенты, новые коллаборации, новые бизнесы, новые доходы. То есть, это вот все в таком предпринимательском коллективе формируется. Поэтому я полностью доволен своей деятельностью Ближайшие 5-10 лет я точно так же готов активно развиваться в этом направлении Я понимаю, что мы в принципе за эти 6 лет создали хороший фундамент Мы собрали большую клиентскую базу, уже больше 6 тысяч компаний Мы собрали большое количество пользователей Уже больше 15 миллионов человек скачали приложение UDS И самое интересное, оно только впереди То есть мы по сути подготовили почву И на этой почве мы сейчас готовы очень активно, очень быстро Возможно даже где-то агрессивно развиваться То есть у нас прям планы как у Наполеона У Наполеона мы очень амбициозны и понимаем то, что в этом направлении Я и мои партнеры будем зарабатывать сотни тысяч долларов в месяц И компания дает такую возможность Поэтому самое интересное впереди Я рекомендую тем ребятам, которые присматриваются к нашему направлению Хорошо изучить продукт Вы можете съездить в те компании, которые есть в вашем городе Воспользоваться бесплатным приложением Возможно сходить в барбершоп или сходить в ресторан Чтобы вам начислили бонусные баллы Чтобы вы написали обратную связь Чтобы вы оставили чаевые То есть разобраться в сервисе И обязательно задать вопросы тем ребятам, которые вас пригласили Которые поделились с вами этим видео Почему они в этом направлении приняли решение развиваться То есть какие перспективы личные они видят Чего они хотят достичь через полгода, через год Сотрудничать с компанией Global Intellect Service И какие у них большие цели на партнерство с компанией На срок от 3 до 5 лет То есть какую перспективу они видят в этом направлении У нас, наверное, на этом все Да, у нас все Поэтому желаем вам хорошего дня и крутых результатов Пока-пока